Здравствуйте, ребята! Тема нашего занятия – задачи на встречное движение на нахождение времени. Сегодня мы познакомимся с алгоритмом решения задач на встречное движение на нахождение времени. Будем учиться строить и использовать для решения задачи чертеж. Вспомните, какие величины встречаются в задачах на движение. Верно! Скорость, время и расстояние. Подумайте, как эти величины связаны между собой? Как найти расстояние? Чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время. Как найти скорость? Чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время. Как найти время? Чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость. Рассмотрим задачу. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух поселков, расстояние между которыми 20 км. Скорость первого пешехода – 6 км в час, а второго – 4 км в час. Через какое время пешеходы встретились? Для того, чтобы понять, что в задаче известно, а что нужно найти, выполним чертеж. Это задача на встречное движение. В ней речь идет о двух пешеходах. Место встречи пешеходов обозначим вертикальной линией. Нам известна скорость первого пешехода – это 6 км в час, и скорость второго пешехода – 4 км в час. Мы знаем расстояние между поселками – это 20 км. Время в пути неизвестно, его нужно узнать. Нам известна скорость первого и второго пешехода. Что мы можем узнать? Сначала узнаем, на сколько километров сокращалось расстояние между ними за один час. Найдем скорость сближения пешеходов. К 6 км в час прибавим 4 км в час. Получим 10 км в час. Мы знаем скорость сближения пешеходов – 10 км в час. И расстояние, которое они прошли – 20 км. Что можно узнать? Верно, время движения. Общее расстояние – 20 км. Разделим на скорость сближения – 10 км в час. Получим время движения пешеходов – это 2 часа. Мы ответили на вопрос задачи. Пешеходы встретились через 2 часа. Повторим алгоритм решения. Сначала мы узнали, на сколько километров сократилось расстояние между пешеходами за 1 час. Нашли скорость сближения. Потом узнали, через какое время пешеходы встретились. Для закрепления реши задачу номер 1 на странице 104. Поставь видео на паузу и проверь себя. Проверь. Вначале мы нашли скорость сближения машин. К 90 км в час прибавили 80 км в час. Получили 170 км в час. Затем расстояние – 850 км разделили на скорость сближения – 170 км в час. Получили 5 часов. Продолжение следует. О Gaza.